Свет патриотизма. Историко-культурный комплекс «Запорожская сечь» засиял сине-жёлтыми красками. На презентации побывала наша съёмочная группа. Государственные символы и национальные традиции сегодня в нашей стране стали модными, как никогда. Одним из главных центров украинской культуры в нашем городе является «Запорожская сечь». Любоваться казацкой архитектурой теперь можно и в ночное время суток. Отныне, после захода солнца, туристический объект будет окутан сине-жёлтым сиянием. Идея и её реализация принадлежит авторам проекта 2005 года по строительству сечи. Николай Томенко и Юрий Артёменко предложили яркое новшество директору заповедника «Хортица» Максиму Остапенко. Мы с Юрием Анатольевичем когда-то приехали в вечернюю Запорожье. И зрозуміло, что ганьба так же, как до 2005 года не было в Запорожьской сечи, так же ганьба, что мы эту красу не можем видеть в ночи. Поэтому выникла инициатива подсветить её, чтобы можно было в городе увидеть этот уникальный объект и тем, кто живет в Запорожье, и тем, кто приезжает в Запорожье. На достигнутом останавливаться не собираются. Планируют привлекать меценатов и всех неравнодушных людей к новым проектам. Это первый этап, потому что мы уже мечтаем о другом. Это происходит. А мечтаем о том, чтобы, например, на территории, тут, близко культурного комплекса Запорожьской сечи, были установлены памятники, бюсты, называйте, как хотите, всех гетьманов запорожьких, которые были. Наступный этап, который мы общались вместе с Миколой Томенко, это организовать речные экскурсии на чайках, вокруг острова Хортицы. Чтобы впервые увидеть, как засветятся сечевые башни, собрались запорожцы и гости города. Среди них объединение евреев, армян, грузин и болгар. Представители фонда «Сила в единстве». Мы живем в этом городе, нам интересно всё, что происходит в этом городе. Мы здесь все собрались под единым куполом, чтобы увидеть новую репрезентативную подсветку, которая будет выполнена в виде флага национального нашего. И мы считаем, что в этом силе единства. Такие культурно-патриотические проекты снова и снова напоминают, что Украина – наш дом, который стоит любить, оберегать и совершенствовать. Субтитры создавал DimaTorzok